Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Традиционно я хотел бы начать со слов благодарности организаторам за то, что дали возможность участвовать в практически уже становящем ежегодном конгрессе. Я безумно рад видеть очень многих своих друзей, коллег в зале. Нашел сегодня, что завтрак практически невозможно, потому что все время здороваешься. Поэтому всем спасибо огромное за теплый прием. И авторы поручили сделать доклад нового в хирургическом лечении в колоректальном раке в 2019 году. И когда я начал рыться в своих докладах, оказалось, что в прошлом году в этом же месте мы делали доклад нового в хирургическом лечении колоректального рака в 2018 году. Поэтому все оказалось очень просто. Можно было взять старую презентацию, ну и только поменять цифры. То, что все мы очень любим. Что мы постарались сделать? Но начали, естественно, мы с Пабмеда. Ввели стандартный запрос колоректал саджери 2019. Оказалось, что опубликовано около 5,5 тысяч статей на эту тему в 2019 году. Мы нашли 522. Я сейчас не шучу, мы не поленились, мы их распечатали. Если честно, не только я, но весь коллектив, вы знаете, прежде всего, это, конечно, Алексей Сергеевич Петров, Лидия Панайотти, это наш такой мозговой центр. Мы все эти статьи распечатали и внимательно прочитали. Если вы помните, в прошлом году я начинал свою презентацию с этой елочки. У нас у всех, я надеюсь, уже предновогоднее настроение. Мы все получаем какие-то подарки к Новому году. Если в прошлом году этих подарков было довольно много, то в этом году подарок только один. Это единственное опубликованное в 2019 году результат крупного рандомизированного норвежского исследования. Основным выводом которого звучит следующее. Что короткий курс лучевой терапии 5 на 5 Грей со сроченной операции приводило к полным клиническим регрессам в 10% случаев. И по данным норвежских авторов, это превосходит пролонгированную химолучевую терапию. Ну а все мы знаем, что полный клинический регресс является преддиктором хорошей отдаленной выживаемости. Я не знаю, будем ли мы менять какие-то там стандарты, будем ли мы реагировать на данные вот этого одного многоцентрового исследования. Но сами понимаете, что если, допустим, у нас в отделении есть 50 коек, иногда там 16-17 человек, это пациенты, получающие химолучевую терапию, которые занимают места в хирургическом отделении, практически блокируя его. Но надо понимать, что если мы кладем 5 по 5 и госпитализация всего 5-6 дней, ну, конечно, было бы здорово, не говоря уже экономической составляющей. Но я думаю, что прежде чем менять какие-то стандарты, нужно получить несколько независимых рандомизированных исследований, проанализировать метаанализы и тогда что-то думать. Но я бы хотел, чтобы все обратили внимание на тот факт, что очень часто к нам поступают пациенты, местно распространенным раком прямой кишки, с уже имеющимися отдаленными метастазами, когда у нас нет времени на проведение полноценного курса пронгированной химолучевой терапии. И вот в такой ситуации 5 по 5 последующей химиотерапии дает нам возможность реализовать радиобиологический эффект лучевой терапии на местно распространенного опухоли и воздействовать на отдаленные метастазы. То есть опция эта, безусловно, интересная. Понятно, что мы не стали серьезно анализировать какие-то мелкие статьи. Мы говорили о том, что парадигма изменилась уже достаточно давно, и мы сейчас должны не просто говорить о том, что у нас был какой-то клинический случай, мы должны проводить клинические исследования. Поэтому давайте разберемся, что же на елке, какие украшения, что мы там можем найти. В прошлом году мы говорили, что есть лапароскопическая хирургия на нашей елке, есть дискуссии о полными заколоктами и лимфодетекции в объеме ДТ3. Мы обсуждали технические аспекты выполнения хирургических вмешательств. Мы говорили о том, что серьезно обсуждается роль неодюантной химиотерапии у больных раком и ободочной кишки. Мы говорили о новых возможностях лучевой диагностики. Обсуждали гипотетическое влияние гипертремической внутрибрюшной химиоперфузии у больных карцинматозом колоректального рака. Обсуждали новые данные китоморфологических исследований. В прошлом году были опубликованы последние данные протокола ускоренного выздоровления. И в прошлом году впервые начали серьезно говорить о роли эндогенной флоры. Как о том, что не только она может повлиять на частоту так называемых саджикорсалит сайт инфекшнс, но и повлиять на частоту нестательных швов анастомоза, а посредственно через это все каким-то образом воздействовать и на отдаленные результаты лечения. Давайте попробуем разобрать, что же изменилось в 2019 году с нашими игрушками. Не поцрапали ли их дети, не написали ли там какие-то интересные слова. Моя тут дочка пришла из садика, ругалась с сыном, я обалдел, оказалось, что я сам-то русский язык не очень хорошо знаю. Их там в школе учат очень здорово. Трансанальная тотальная мезоректомоктомия. Новый интерес к роботической хирургии. Детали техники вмешательства. И новая тема, которая появилась относительно недавно, это латеральная лимфодисекция у больных раком ободочной кишки. Что касается трансанальной мезоректомоктомии. Есть ряд статей опубликован, которые говорят о том, что эта методика имеет преимущество по сравнению с традиционной тотальной мезоректомоктомией. Что получается препарат более хорошего качества, что в свою очередь влияет на отдаленные результаты. В общем, все здорово, все классно, и эта методика должна применяться в практике. И несколько лет тому назад Билл Хилт сказал о том, что, вероятно, эта технология заменит собой все существующие раньше. Но есть и ряд очень серьезных отрицательных явлений. Так, наши норвежские коллеги выпустили консенсус, в ходе которого применение трансанальной мезоректомоктомии на территории Норвегии запрещено. В связи с тем, что практически в 10 раз выше частота интероперационного повреждения уретры у мужчин. И они получили частоту местного рецидива практически в 2,5 раза выше, чем при традиционной тотальной мезоректомоктомии. И они решили, что надо остановиться. И в этой связи наш коллега из Франции Ив Пани, в статье, которая также вышла в 2019 году, призывает международное сообщество очень серьезно проанализировать результаты трансанальной мезоректомоктомии, прежде чем ее в практику внедрять. И вот мы совсем недавно здесь, ну, на фигуре Эда Сидис, который мы встречались буквально неделю назад в Бразилии, на очень крупном конгрессе, который традиционно организует Анжелита Габргамма и Родриго Перец. И там выступали представители из клиники Андрея Двора, выступал Юб Кноль, вы знаете, что это специалисты высочайшего класса. И вот что самое интересное, что даже они, апологеты трансанальной мезоректомоктомии, на прямой вопрос, рекомендуют ли они выполнять эту технику, они сказали, что они против того, чтобы открывались новые центры, поскольку даже в экспертных центрах пока еще не получены достаточно убедительных данных как о безопасности, так и об отдаленных результатах лечения. Показано, что очень много статей, которые опубликованы на методику трансанальной мезоректомоктомии, обладают так называемыми признаками SPIN. Что значит признаки SPIN? В 56% статей констатируется безопасность, но при этом не объясняется, на основании чего сделан вывод о безопасности. Что за больные, какая методика, кто оперировал, по каким параметрам оценены. В 33% случаев указывается на превосходство, но при этом никаких данных в статье, даже если прочитать ее очень внимательно, не указано. И в 42% случаев идет подмена термина незначимое различие на эквивалентность. Что с точки зрения как статистики, это как здравосмысло, абсолютно не эквивалентно. То есть по большому счету вопрос к тотальной трансанальной мезоректомии очень большой. А учитывая того, что в нашей стране не зарегистрирован АРСИУ, единственный инсуфлятор, который... Сейчас, правда, появилась альтернатива, насколько я знаю, но еще купить даже не успели, только регистрация есть. Поэтому пытаться сделать эту операцию на подручных средствах, прикручивая перчатку к обычному инсуфлятору, конечно, можно, но... Очень серьезный вопрос, надо ли это делать. Что касается робота. Понятно, что роботы, как я всегда говорил, вот сейчас, ну, если бы он понимал русский язык, он бы замахал руками, что, конечно, робот это здорово. Ну, понятно, я уже говорил пример, что, конечно, до метро лучше ехать на Майбахе, чем на обычном такси. Но скорость прибытия к метро будет одинаковой. Очень интересные, странные статьи появились, что роботическая тотальная мезореконоктомия выявлена положительный фактор прогноза общей выживаемости. При этом у больных, которых оперировали на роботе, реже развивались отдаленные метастазы. Классная информация, абсолютно необъяснимая, скорее всего, ошибка. Ну, потому что трудно представить, каким образом робот может влиять на частоту появления отдаленных метастазов. Очень интересная статья по использованию роботического степлера. Различий в частоте несостоятельности швов анастомоза у больных, оперированных роботически, с использованием степлера и лапароскопически нет. Но при лапароскопии три и больше прошивания встречались чаще. А три и больше прошивания ассоциируются с более высокой частотой несостоятельности. Авторы делают вывод, что несостоятельности будет меньше. Но в статье же они не нашли разницу выживаемости. Поэтому как-то все это так, роботические ICG. Ну, ICG для нашей страны вообще тема закрытая, потому что не зарегистрировали, и когда зарегистрировать неизвестно. Показано, что на роботе очень хорошо светится, все классно, здорово. Ни у одного больного авторы не изменили предполагаемую линию резекции на основании ICG. Но делают вывод о том, что ICG это хорошая методика. И опубликован европейский консенсус по стандартизации роботической и тотальной мезоремой конкультами. Один из авторов от Нунов и Георида присутствует в зале. Это профессор Амжат Парваис, Данила Мискович. Очень интересная статья. Все те счастливчики, а я вижу здесь двоих счастливых обладателей робота, если я правильно вижу в зале. Но очень настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей. Она интересная. Что касается латеральной лимфодисекции, вы знаете, что и в нашей стране есть апологеты этой методики. Вы знаете, что в Японии это является стандартом при нижнем полярном раке, прямой кишке с инвазией в слизистую оболочку. Опубликованное в 2019 году Родриго Перес опубликовал образовательное видео, которое в Соединенных Штатах Америки на одном из конгрессов получило титул лучшего хирургического образовательного видео. Оно доступно. Если у нас получится, может быть, на белых ночах в этом или в следующем году мы его покажем. Очень интересно разрабатывается подход забрюшинного доступа к латеральным лимфатическим узлам. Тоже очень интересная тема. Я, честно говоря, детали еще не изучили, но сам по себе подход. Люди ищут методологические подходы. Обсуждают то, что предикторы метастатического поражения, это размер лимфатического узла в подних данных больше 5 мм, под других данных более 7 мм. Понятно, что уже послеоперационные ПТ и ПН-2, они также ассоциируются с более высоким частотой поражения латеральных лимфатических узлов. Но что самое интересное, обратить внимание на эту статью, и может быть даже больше не на название, а на авторов. Авторы, в том числе и наши японские коллеги, которые предлагают ТМЭ в качестве рутинного подхода. Они говорят о том, что если до начала химио-лучевой терапии размеры лимфатических узлов были 7 мм и более, а после химио-лучевой терапии уменьшились до 4 мм и менее, что происходит в третий случай, то от латеральной диссекции можно воздержаться. По всей вероятности это связано и с тем, что наконец-то в Японии также начали использовать предоперационную химио-лучевую терапию. Детали хирургического вмешательства. Д3-диссекция, понятно, что все уже поняли, что тотальными заколоктами и Д3-диссекция обладают разными этапами одного и того же операции. Опубликована в 2019 году статья наших японских коллег, которые говорят о том, что вроде как частота локального регресса, локального рецидива выше в группе больных, которые посетили Д2-диссекцию, но при внимательной оценке статьи мы не поняли, что за больные спрашивались, как они делались, и самое главное, откуда в Японии взялись пациенты с Д2-диссекцией, поскольку Д3 является стандартом. Поэтому, скорее всего, здесь тоже какие-то ошибочные данные. Еще одна статья наших бельгийских коллег говорит о том, что при Д3-диссекции у 4% больных выявлены метастазы в третьем коллекторе. Они говорят о том, что вот если бы мы не делали Д3, то у 4% больных мы бы их оставили, и, соответственно, на всю выборку это ставило бы целый процент больных. То есть мы бы совершили ошибку в 1% больных. Но у этого 1%, это же был единственный метастаз в региональных климфозлов, соответственно, мы могли бы это стадировать как третью стадию и тем самым дать преимущество вот этому 1%. И следующая статья разбивает этот прах, говорит о том, что, помните, норвежские наши коллеги, которые Д3-диссекцию считают основанием верхнебрежащей артерии, которые скелетизируют эту артерию. И вот их же данные, которые говорят о том, что моторика кишки после Д3-диссекции страдает колоссально, функциональный результат отвратительный. И самая главная статья корейских авторов, которые показали о том, что если у пациента имеется солитарный, то есть единственный метастаз в региональных климфатических узлах, то адевантная химиотерапия не улучшает результаты лечения. Следовательно, вот ссылка на то, что мы в 1% случаев можем гипотетически дать пациентам пользу, ну, вроде как, не особая польза, поскольку не влияет. Поэтому большой вопрос с этим Д3. Высокая и низкая перевязка. Пойду быстрее, потому что вижу, что время, а тут много чего хочется сказать. Высокая перевязка дает 9 см длины кишки при низведении в малый таз. Однако, практически в 2,5 раза встречаются чаще реоперации в группе больных с высокой перевязкой нижней брежащей артерии по сравнению с той ситуацией, когда была сохранена левая толстокишечная. Показали, что в случае, если мы скелетизируем нижнюю брежащую артерию с сохранением левой артерии, технически это безопасно. Общая выживаемость абсолютно такая же, что и при высокой перевязке и статистически незначимо хуже дизис-фри-сровайвл. И есть предварительные данные, что меньше осложнений, прежде всего за счет клавиэндин до 3-4 стадии у пациентов, у которых сохранена левая артерия. Единственный вопрос, который здесь остается при выполнении тотальной мезоректомтомии, откуда взяться же достаточно длиннее кишки, если мы оставляем, по сути, якорь вот этой нижней брежащей артерии, которая не позволяет нам опустить в таз левую половину кишки. И огромный проведен метасистемный анализ, там 8,5 тысяч пациентов, сохранение и несохранение левой толстокишечной артерии. Получается, что в 1,2% случаев реже несостоятельность. Онкологические результаты не различались. Обращать внимание на вот эти 20%, не обращать внимание на эти 20%, реально ли эти 20%, не было ли нарушения методики. Ну, здесь нужно анализировать статью, в рамках обзора это сделать очень сложно. Что касается анатомии, опубликован ряд работ с анатомией, как венозной, так и артериальной, левой, правой половины ободочек кишки. Насколько это важно, мне очень трудно сказать, но такая классификация есть. Оценка кровоснабжения, ICG. Все здорово, все хорошо, но очень много авторов. Обратите внимание на верхние и нижние картиночки. У нижнего пациента тоже случилась несостоятельность. Поэтому говорят о том, что то, что засветилось на ICG, это здорово, но нам нужна какая-то цифра, поскольку ишемизированные участки тоже светятся. Придумана очень сложная формула, которая говорит о том, что надо высчитывать соотношение интенсивности свечения ко времени, когда она появилась. Ну, в общем, ICG, все здорово, но в условиях отсутствия ICG, наш российский способ ICRED с пересечением краевого сосуда и оценкой на глаз кровит-некровит, ну, примерно такой же обладает эффективностью. А вот уже новая, довольно интересная статья. Не нужно вводить никакой люминофор. Лазером светим на стенку кишки и получаем свечение хорошо кровоснабжаемых методов. Пока не вошел в клиническую практику, но активно сейчас изучается авторами, собственно говоря, самой методики. Неодиантотерапия. У меня 5 минут, могу не успеть. Что касается радиологии, появилась... Успеете. А, шеф дал добро, перестаю спешить. Вышла статья, она интересна тем, что статья о полной мезоколоктомии вышла для рентгенологов. Наконец-то рентгенологи начинают понимать, ну, те, которые читают эти статьи, что же хирургам нужно от специалиста по компьютерной томографии. Не просто там набор букв, и я очень надеюсь, что вот эти вот высокооплачиваемые фотографы, которые присылают нам заключение с много букв, много слов, там, матка в антифлексе, в рентефлексе, там, какие-то хаунфилды, что нам абсолютно неинтересно. Наконец-то они нам начнут давать те данные, которые нам нужны. Появилась очень интересная статья МРТ у больных раком прямой кишки, предиктор сложности операции. Ну, понятно, что индекс массы тела, понятно, что размеры опухоли, они рассуждают о межосном расстоянии, высчитывают ее, если менее 96 миллиметров, то это будут технические сложности во время операции, технические сложности приходят к худшему препарату, ну и, соответственно, через это к плохим результатам. Очень интересна вот эта картинка, как мне показалось, нет, внизу, ну, сейчас проскочу на, вот эта картинка, когда не просто анализируют специалисты по компьютерной томографии анатомию сосудов, но эту анатомию можно распечатать на 3D принтере. И, соответственно, вы, как хирург, который идет на операцию, можете взять в руки распечатанный вариант анатомии, покрутить сверху, снизу, и таким образом не просто GPS-навигатор иметь в голове, когда идете на операцию, но и посмотреть на сосуды. Хочу сказать, что Данила Мискович в Сербии очень интересно рассказал нам историю, когда он сам берет компьютерную томографию, обычная артериальная фаза и венозная фаза, просматривает их сам на экране, кладет рядом с собой листочек бумажки и рисует артерии. Артерии вены, то, как это будет видно у конкретного пациента. В операционной у него висит его листочек. Он говорит о том, что это очень здорово, помогает ему работать. Поэтому мне кажется, что если каждый из нас попросит своих специалистов по компьютерной томографии, чтобы они давали в том числе и эту картинку, то, мне кажется, также, особенно при раке правой половины ободочной кишки, с учетом вариабельности анатомии, мы можем получить картину. Мы, во всяком случае, у себя в отделении этим занимаемся, и эта информация есть. Вчера я перевел левостороннюю гемоколоктомию одного из лучших наших морфологов, фамилию, понятно, назвать не могу, опухолиэктосибуидный отдел с короткой кишкой, и зная о том, что по данным компьютерной томографии, что у него не замкнута дуга Ариолана, а кровоснабжение осуществляется за счет единственной артерии Московича диаметром 4 мм, мы сразу изменили технику операции, не пошли на нижнюю брыжеечную вену, а начали с мобилизации созиданчивого сгиба. Я не знаю, что было бы, если бы мы шли традиционно, но что-то мне подсказывает, что это была бы та ситуация, когда говорят, а, у докторов всегда так, когда мы сечем, сечем, сечем кишку, нет кровоснабжения, и в итоге все это превращается в какую-то беду. То есть это прикладная вещь. Неодивант при раке ободочной кишки. В этом году всего лишь один кейс-репорт опубликован. В прошлом году была куча статей о том, что неодивантная химиотерапия в примесно распространенном раке ободочной кишки повышает резектабельность, увеличивает количество рной резекции, влияет на выживаемость. По всей вероятности, все очень ждут результатов исследования Фокстрот. Вы знаете, это крупное анализированное исследование, которое посвящено неодивантной химиотерапии у больных раком ободочной кишки. Исследование пока не опубликовано. Это мы сфотографировали постер, и один из докладов, который был опубликован на ECP в этом году. Вопросы вызывает цифры, видите, вот инкоплит резекшн, там в группе контроля 10% R1 и R2 резекции при раке ободочной кишки. Вопросы есть, ну откуда 10% R2 резекции при раке ободочной кишки, если они не оперировали опухоли Т4. Ну там, нестатильность анастомоза и так далее. Мы ждем, очень ждем результатов Фокстрота, чтобы посмотреть, поддержит ли ободочная кишка общую тенденцию на неодивантную химиотерапию, ну или на неодивантное лечение у больных практически всеми локализациями солидных опухолей, молочной резерой, пищевод, желудок, поджелудочная железа, прямая кишка. Вот присоединится сюда рак ободочной кишки или нет. Что касается хайпека, вы знаете хорошо, что это модная тема, сейчас не занимается этим только ленивый. Опубликован отец методики Полшек Бекер большую статью, где обсуждает там и пайпек, там аэрозольную химиотерапию, и нормы термической, гипертермической перфузии, гипертермической перфузии и миксты. Такое впечатление, что авторы методики настолько уверены в том, что она должна работать, что если у них получается отрицательный результат, значит они поменяют температуру, или время, или химиопрепарат, или их сочетание. А математика показывает, что таких сочетаний бесконечное количество, и как минимум на их жизнь, для того, чтобы поддерживать интерес к теме, этого хватит. Но на самом деле никаких данных, которые бы говорили о том, что это эффективно, не получено. Опубликована большая статья наших по-моему бразильских коллег о том, что не повышает частоту рецидентрического фоностомоза, а вот все остальное, большое исследование, более-менее честно построенное, 34 месяца с хайпек медиановыживаемость, 39 месяцев без хайпек, статистически незначимы, но вопрос, в принципе вопрос, откуда 39 месяцев выживаемость у больных карциноматозом брюшины. То есть как бы тоже, что это были за пациенты, какой индекс притального карциноматоза, какой отбор пациентов. Исследовали Prodigy, сложное исследование, рандомизированное, хайпек версус хайпек, не получили авторы никакого влияния, большое экспертное мнение, собрали все авторы и сказали, что это было исследование с элоксатином у больных карциноматозом брюшины и колоректарным раком. И сказали, что по всей видимости, догадайтесь сами, что нужно сделать, изменить время, температуру или препарат. Ну вот этим они и будут заниматься. Патология. Новая система лимфофаскулярной инвазии, tumor budding, которую нужно обязательно считать. Джина Браун, выступая в Бразилии, сказала о том, что уже обязательно у больных раком прямой кишки отличать метастаз в регионарном лимфатическом узле от лимфофаскулярной инвазии и так называемого венозного гидепозита, поскольку по новым данным прилежание лимфатического узла к мезоректальной фасции делает препарат серия М+, но не влияет на частоту местных рецидивов, а вот наличие лимфоваскулярной инвазии либо венозного депозита является предиктором скорого отдаленного метастазирования. речь стоит о том, чтобы мы использовали не химиолучевую терапию, а в общем-то системное лечение для того, чтобы воздействовать на эту опухоль. Буду все-таки проскакивать, потому что время. РАС. Да, вот у нас в этом году кроме РАС на высокой, на более высоком полке, это уже касается введения пациентов послеоперационного или предоперационного периода, появились еще несколько значений. Химиолучевая терапия. Понятно, что очень большое влияние уделяется полному регрессу, некомплит-респонсу и так далее, и так далее. Я думаю, что НУНА расскажет об этом гораздо лучше. Самое огромное количество работ направлено на то, чтобы выявить до начала химиолучевую терапию, какие пациенты ответят на химиолучевую терапию, какие нет, какие являются кандидатом для того, чтобы мы ожидали на его включение в концепцию watch and wait. Это циркуляция микро-ДНК в крови, это различные факторы муцинозного опухоль, раково-мбриональный антиген, большие размеры опухоли, Н2 статус. Говорят о том, что, скорее всего, этот пациент не ответит на химиолучевую терапию. И огромная, очень интересная работа, она больше относится к фундаментальной онкологии, выйдя на красным цветом. Здесь авторы на молекулярном уровне выясняют и говорят о том, что есть несколько клонов опухоли, из которых состоит рак прямой кишки, и вот сложное взаимодействие между этими клонами и обуславливают ответ или не ответ опухоли на неодевантную терапию. Кому интересно, посмотрите, для моего скудного хирургического ума это слишком сложно, но понятно, что в этом направлении работают и пытаются все-таки нам помочь с точки зрения эффекта. Эффект. Очень важно правильно оценивать эффект и важность ответа не только у опухоли, но и лимфоузлов. И по очень многим данным авторов вы видите, вот эти данные, это из статьи Родрига Переса и Анжелиты Габрагамы говорят о том, что если после химиолочевой терапии мы не видим на МРТ пораженные лимфатические узлы, то изначальный статус N+, не влияет на частоту местного рецидива или отдаленной выживаемости. Показано то, что долго говорили, какой же должен быть интервал между операцией, что якобы, если мы больше 6 недель будем ждать, то мы какие-то риски. Показано, что увеличение интервала между химиолочевой терапией с 8 до 12 недель увеличивает частоту полного клинического регресса в 2 раза. Что говорит о полном клиническом регрессе? Что тот же самый Родриго Перес говорит о том, что если мы видим хороший ответ опухоли на лечение, не надо спешить его оперировать и окончательно принимать решение о том, идет этот пациент на концепцию watch and wait или все-таки ему надо предлагать хирургическое лечение, должно приниматься не ранее, чем через 16 недель после завершения химиолочевой терапии. И вот очень хорошая статья нашего друга Финуна Фугуреда из Шампалема, которая говорит о том, что из всех больных, которые были включены в программу watch and wait, регресс, то есть продолженный рост опухоли в течение первых двух лет развился у 25% больных. То есть 3 четверти больных избежали операции. И у всех этих 25% больных рост опухоли был внутрипросветным и у всех они удалось выполнить так называемую сальваш-хирургию, то есть, грубо говоря, выполнить тотальную мезораконуктомию с такими же отдаленными и непосредственными результатами, как у той группы больных, которая не была включена в концепцию watch and wait, а была оперирована первично. То есть мы получаем все больше и больше данных о том, что концепция watch and wait, за которую все время поливали грязью, клевали Анжелиты Габрагаму и говорили о том, что она, говорили так, серьезный опухоль требует серьезного лечения, это все обман. Ну, сейчас все больше и больше мы получаем данных о том, что эта методика безопасна, но надо помнить, что нуна не даст соврать, что каждого пациента лично обзванивает неделю и получает данные лично. Поэтому, если мы поставим на большой поток, учитывая наши территории, учитывая наши ментальные особенности, ну, как бы я пока не готов призвать к тому, чтобы watch and wait пошел вширь, и кроме того, надо понимать, что это всего лишь пока данные регистра, это данные каких-то статей, рандомизированных исследований пока нет, и с учетом сроков, в ходе которых могут быть получены данные рандомизированных исследований, и это случится еще очень-очень нескоро. Full thickness resections, это полнослойные резекции. Новые данные, что вот при опухолях, хорошо, у тех пациентов, которые хорошо ответили на неодеванту лучевой терапии, опухоли категории Т2, Т3, среднепулярный рак прямой кишки, в 80% случаев можно сохранить прямую кишку, 90% избежать стомы, в том случае, если мы применяем локальное исчечение. Это безопасно, это может быть и опасно. Что касается безопасности, то вот несколько есть исследований, которые говорят о том, что и онкологические результаты, и непосредственные результаты, понятно, в группе full thickness resection, они лучше, чем у больных, которые оперуются традиционно. Есть авторы, которые говорят о том, что, к сожалению, частота местных рецидивов у таких пациентов, она выше, и все-таки мы должны в случае, если глубина вази больше, чем СМ1, СМ2, прибегать к традиционной хирургии. Химолучевая терапия, это отдельная, очень интересная тема, которая сейчас обсуждалась, в том числе в Бразилии, чуть позже об этом скажу. Оказалось, что у тех пациентов, которые хорошо ответили на химолучевую терапию, в 2-3 случаях удается получить хороший результат. Но оказывается, что если мы идем по принципу, что уменьшая размеры исходной опухоли, применяя лучевую терапию в надежде на полный регресс, получается так, что примерно треть больных получают напрасно эту химолучевую терапию. Тотальная мезерактемиктомия по сравнению с полнослойным иссечением после локального иссечения показано, что вот здесь это корейские авторы, а в Бразилии Эрик Рулье пока еще не опубликована статья, новоопогулировал данные, ГРИКР-2 ТРАИЛ, если опухоль категории Т3-Т2 до 4 см исходной в диаметре после химолучевой терапии уменьшилась до 2 см и меньше, они таких пациентов рандомизировали, одну группу выполняли тотальную мезерактемиктомию, другим полнослойное иссечение. Оказалось, что частота местных рецидивов и прогрессирования идентичны в двух группах, а качество жизни у пациентов, которые приняли локальное иссечение, несоизмеримо выше. И в ближайшее время наши французские коллеги внесут предложение по включению стандарта, как минимум во французский стандарт локальное иссечение у хороших респондеров после химолучевой терапии. Механикал боул препарейшн. То, о чем сломались кучи, одни говорят, что эта механическая подготовка нужна, другие говорят, что не просто нужна эта механическая подготовка, но нужно добавлять пероральные антибиотики, третьи говорят о том, что механическая подготовка не очень важна, достаточно пероральных антибиотиков, идет большое количество рандомизированных исследований, и в Пани, Франция обсуждают, решают, думают, вот калампреп, ждем мы результатов исследований, видите, здесь отсутствие подготовки по сравнению с пероральными антибиотиками у больных раком ободочной кишки, на прямой кишке это механическая подготовка сама по себе, либо механическая подготовка с добавлением пероральных антибиотиков, Пока на сегодняшний момент механическая подготовка рекомендована только для рака прямой кишки, не рекомендована для рака ободочной кишки. Мы в своей практике этому следуем, хотя понятно, что есть к этому и вопросы. Ну и в завершение, что мы видим на вершине этой нашей елочки, очень интересная статья, которая говорит нам о влиянии микробиоты как на проницаемость кишечной стенки, так и на возникновение частоты нагноения раны, частоты несостоятельности швов анастомоза. Это очень интересная экспериментальная работа, где крыс кормили пероральными антибиотиками, нарушали всячески их крысячую диету, тем самым вызывая нарушение кишечной стенки, оказалось, что экспериментальные опухоли начинают расти за пределами просвета кишки, тем самым авторы говорят о том, что микробиоты имеют существенное значение не только для нас, как для хирургов, но и для онкологов. Тоже для скудного хирургического ума работа сложная, кому интересно, посмотрите, интересные данные. И вот это воспаление, о котором мы говорим, диаграмма, о которой мы обсуждали, что по всей вероятности это воспаление каким-то образом влияет не только на наши хирургические показатели, но и на показатели локального регресса и метастазирования. Я уже бегу, потому что вижу, что 10 минут ушел. И вот в этой связи хотелось бы сказать, что сейчас модно стала НОЗОС-технология извлечения препарата через искусственные отверстия, формирование интрокорпоральных анастомозов в погоне за косметическим эффектом. И вот если мы сейчас посмотрим на то, что... Вот есть несколько статей, которые говорят, что НОЗОС и интрокорпоральные анастомозы повышают маркеры воспаления. Что как бы ни получилось так, что пока мы еще точно этого не знаем, что вот повышение этих маркеров приводит к тому, что будет влияние какое-то на... в том числе и на отдаленные результаты. Поэтому не все так просто, мне кажется, это нужно изучать, и не каждая модная тенденция, она может войти в жизнь. Вполне возможно, что это ошибка, но данные таки есть. Маркеры повышаются. Изучаются маркеры воспаления для ранней диагностики от банальных параметров гликоциты и уровень терриктального белка до интероперитального локтата. И очень сложных там биохимических показателей. Важно, чтобы были предикторы. Будет воспаление, не будет. Будет там несостоятельный шов или не будет. Очень меняется концепция. С хирургией становится пациент-ориентированной. Огромное количество работ, которые обсуждают о том, а что мы должны давать говорить пациенту, что мы не должны говорить пациенту. Как мы должны обсуждать с пациентом вопрос в выполнении операции. Очень интересная статья, которая, если мы выполняем эндоскопическую слизистую оболочку и получаем чистые края, но глубину вази больше 1000 микрон. Что говорит о том, что вероятность метастазов в регионах 20%. Так больному предлагать операцию, настаивать на ней или больше ориентироваться на мнение пациента. Огромный пласт работ, очень интересных работ. Просто за исключением, за нестатком времени не буду говорить. Ну и что касается снежинок, то, что мы в прошлом году говорили, что исследование КОЛТ, мы говорили, что пошел первый снег в России, мы начали делать рандомизированные исследования. Мы говорили о том, что в 2018 году 348 больных, это доклад с прошлого года, и 768 мы включили, призывали всех активно нас поддержать с этим исследованием. Мы говорили о том, что не надо смотреть телевизор, в котором нам западные коллеги рассказывают о том, как лечить пациентов. Нужно самим создавать собственные программы и влезать в телевизор, нужно превращаться в фрикенбок. Помните, она была такой большой, что она не могла влезть в телевизор. Ну, это я уже сделал, в телевизор не влезу как фрикенбок, но сейчас есть огромная возможность легко влезть в телевизор, поскольку Европейское общество ЕСП предлагает несколько исследований. Одно исследование очень простое, они создают базу больных колоректальным раком младше 50 лет, очень простой с точки зрения технического исполнения. То есть все больные, в том числе и ретроспективные, меньше 50 лет, вы заполняете анкету, попадаете в соавтор и публикуетесь в серьезном цитированном журнале. Это сейчас начинается исследование ИГЛ, на которое большое влияние уделяют наши европейские коллеги. Я думаю, что многие из вас участвовали в одном из европейских опросов, где показали, что частота несостоятельности швов анастомоза при правосторонней гемиколоктомии может достигать 10%. Наши коллеги озаботились, они планируют исследования, сбор информации о части несостоятельности швов анастомоза. Далее, одних хирургов обучают формирование анастомоза, других не обучают и проводят реассессмент после обучения. И хотят показать, влияет или не влияет тренинг на частоту несостоятельности швов анастомоза. Простое техническое исследование, удобное исполнение, интересно, ну хоть научат вас бестолковых анастомоз накладывать, ну шучу, конечно. То есть в любом случае интересно, малой кровью можно участвовать в деятельности международного сообщества и попадать, соответственно, в публикации. Если у кого-то в каком-то месте есть пропеллер и есть возможности, есть инициатива, есть желание генерировать собственные исследования, это очень здорово. Вот тот самый колт, о котором мы говорили, если в прошлом году, мы говорим, там 300 пациентов, на сегодняшний день 636 пациентов включено из 76 больных. По плану мы должны закончить исследование в 2000, набор, в 2020 году. И сейчас мы должны констатировать, что спасибо огромное всем 12 центрам, которые идут, мы закончим. Мало того, что в BGS Open опубликован протокол, мы сейчас имеем подтверждение, то есть статья вот эта принята к публикации, это безопасность первых 100, а соответственно фамилии всех, кто участвовали в исследовании и персональные учреждения в этой статье будут опубликованы. Мы ждем, что в ближайшее время в British Journal of Sager эта статья выйдет, поскольку она принята. Что касается 2020 года, ну вот совсем скоро, что мы ждем? Мы начнем у нас рандомизированные исследования по механической подготовке кишки с пероральными антибиотиками и без подготовки при раке ободочной кишки, то же самое при раке прямой кишки, и мы планируем рок-анализ диагностической ценности воспалительных маркеров и клинических шкал в определении послеоперационных осложнений. Естественно, всю информацию дадим, у кого будет желание, присоединимся. С этой трибуны обещаю, сегодня в пятницу у нас проходит обсуждение трех исследований, которые нам предложили коллеги из Российского онкологического научного центра, и мы примем участие в любом случае, вопрос только в том, хватит ли у нас больных, чтобы участвовать у всех трех, но максимально поддержим и максимально будем участвовать, и призываю всех подключаться к коллегам из РОНС, подключаться к нам. Если вы что-то проводите, дайте нам информацию, мы постараемся, чтобы пропеллер, который у нас все-таки пока еще есть, чтобы он работал, и на все это хватало. Мы хотим сказать о том, что мы запустили, уже работает регистр больных раком ободочной кишки, в ближайшее время мы сделаем такой же, поскольку база уже есть, осталось только модулей поменять, рак прямой кишки, желудок, поджелудочная железа. Это простой инструмент для того, чтобы, бесплатный, онлайн, для того, чтобы каждый заведующий отделением, или каждый доктор, который интересуется своими результатами, мог вносить туда данные, и в любой момент в онлайн, прямо здесь стоя на трибуне, используя смартфон, мог сказать чистоту нестательных швов у нас, количество больных прооперированных в возрасте между 13,5 годами и 14 годами. В общем, мог получить все интересующиеся данные. Что касается организации, как вы будете делать follow-up, извините, мы пытаемся дать вам ложку, вилку, нож, а блюдо, ну блюдо это все-таки пропеллер ваш, потому что мы не можем сделать все. Это инструмент. Хотите пользуйтесь, хотите нет. Мы взамен не просим ни финансовой компенсации, ни доступа к вашим данным. Мы хотим перейти от слов, от того, что мы все хвастаем, мы сделали столько, 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 чтобы мы все-таки перешли на нормальный язык общения, когда у всех у нас есть базы данных, из которых мы можем поднять информацию, если данные мои хуже, чем данные, допустим, Заман Заводовича, мы можем обсудить это, и тем самым у нас появляется тема для проведения исследований. Ну и, собственно говоря, последний слайд, что насчет того, что телевизора, влезать в него надо в любом случае, влетая на пропеллере или раздвигая экран, и втискивая туда свое чадущное тельце, и мы говорим о том, что если вы посчитаете для себя возможным подключиться к любому из наших исследований, либо дать нам информацию о своем, либо работать в нашем регистре, вот контакты, сфотографируйте, ну или так подойдите, мы готовы на сотрудничество в любом варианте. Спасибо, извините, что перебрал время. Спасибо.